так микрофон работает сегодня мы приступаем к работе над торнадо торнадо у нас делится на две части то есть мы сначала создадим сам эффект вы издаете его как play blast то есть запись экрана из мая потом мы совместим этот видео эффект вместе с реальной съемкой то есть вы выйдите на улицу от снимите кадры потом мы эти кадры с помощью after effects или davinci resolve сделаем трекинг камеры эту камеру мы перенесем мая либо в блендер то есть и с помощью вот этой перенесенной камеры мы отрендерим данное торнадо поэтому это задание будет весить общем 12 баллов то есть сам эффект без рендера вы можете сдать это считается первой частью торнадо он будет у нас 6 баллов совмещенный с реальной с реальной съемкой это оставшиеся части они будут весить тоже 6 баллов то есть в процессе работы то есть на этой лекции мы создадим сам эффект на следующей лекции мы начнем его совмещать с реальной съемкой и мы начнем также работает помимо мая в разных рода программах для видео мэйкинга то есть это может быть либо davinci resolve там есть тоже камера трекинг либо after effects также для after effects мы будем если будем работать в фексе там есть специальный плагин который позволяет экспортировать вот эту вот камеру видео то есть и специальные позиции куда прикреплять объекты для того чтобы потом это все совместить и наложить речь идет о том чтобы внедрить в реально отснятые отснятое видео визуальные эффекты то есть чтобы получился эффект такой дополненной реальности но здесь например трекинг чуть-чуть светела и вы видите что на самом деле камера трясется но торнадо чуть-чуть отстает чтобы такого не было нужно будет воспользоваться точнее правильно настроить вот этот трекинг то есть должно быть стабильно то есть зависимости от движения камеры торнадо должен оставаться на своем месте можно для этого использовать стоковые видео можно самим снять видео то есть самое главное чтобы у вас получилось совместить реальную съемку и визуальные эффекты но здесь камера стабильная поэтому достаточно легкая работа и а и 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 В принципе, куда добавлять торнадо, взвесят тоже от вашей фантазии, но самое главное это воспользоваться информацией, то есть вытащить трек-камеру из самого видео и суметь потом соединить наши созданные визуальные эффекты и реальную съемку. Примеров много, уровень работ также разный. Самая хорошая работа будет считаться, когда, например, у вас камера движется, а торнадо находится прямо в самом видео неподвижно, то есть привязано к определенным точкам, которые анализируются с помощью либо After Effects, либо DaVinci Resolve. Там есть нода, которая называется камера трекинг. Этот камера трекинг анализирует видео, берет определенные точки и на эти точки можно привязывать разные объекты. Можно привязывать прямо к самой программе After Effects, либо DaVinci, либо потом рендерить видео с информацией о той камере, чтобы были такие же движения у камеры. И объект тем самым накладывается отрендеренные на прозрачном фоне кадры и реальная съемка. Это мы будем уже делать на следующей лекции. На сегодняшней лекции мы подготовим сам эффект, то есть мы настроим торнадо, после того, как мы его настроим, мы займемся уже его совмещением с видео. Поэтому, как я уже сказала, эта работа делится на два этапа. Первый этап это сам эффект, то есть сдаете как Play Blast. После того, как вы эффект подготовили, можно уже приступать к его монтажу. Это также будет весить оставшиеся 6 баллов. Сейчас вот это немного скрою, чтобы было удобнее видеть. У нас будет две части. Также напоминаю, что вы уже должны работать над предыдущей работой Explosion. В Тимсе создано задание, вы можете его выкладывать. Как задается первая часть? Первая часть очень примитивна, то есть вы делаете записи экрана Maya, либо Play Blast. То есть это сам эффект. Здесь самое важное, чтобы он выглядел красиво, был настроен визуально, но еще не отрендеренный. Такого рода, на таком этапе, то есть без рендера, этот эффект будет стоить 6 баллов. Когда вы его уже совместите с реальной съемкой, он будет у вас еще 6 баллов. Итого, на работу с Торнадо у нас идет 12 баллов. Так, эффекты у нас должны получиться вот такие. То есть сам цвет Торнадо вы можете подбирать на свой вкус. Но самое главное, что у нас создается вот такая воронка и небольшое движение. Все занимает где-то от 5 до 10 секунд. Это тоже зависит от того, как вы настроите. То есть идет формирование Торнадо, у нас встречается и какое-то время движется. В среднем у всех получилось по 8 секунд. Итак, приступим к созданию работы. Тут мы также будем использовать партикулы, с которых будут эмититься флюиды. То есть само движение по воронке это партикулы. А партикулы также служат источниками для флюидов. Так, если у нас сегодня ничего не получится, вы можете посмотреть запись с прошлого года. Там также есть настройка. И так далее. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я вам покажу, как сделать с помощью Curve воронку. Для этого мы берем EP Curve Tool, он находится во вкладке Curves, и в режиме Side View либо Front View мы рисуем вот так вот несколько точек, чтобы у нас получилась небольшая воронка. Постарайтесь сделать ее примерно симметричной, чтобы она находилась вот так вот сверху и снизу. После того, как вы создали Curve, через Control Vertex можно его редактировать, то есть двигать, как вам удобно, поворачивать. То есть вот эти вот все Curve, они выделяются и двигаются. То есть можно сделать более изогнутую, то есть это будет форма вашего торнадо. После того, как вы сделали данный Curve, мы должны зайти во вкладку Modeling и найти Surface. И здесь есть инструмент Revolve, который позволяет повращать эту линию. Его нужно ресепнуть, чтобы по умолчанию стояли нерпсы. И делаем Revolve. Таким образом у нас получилась такая воронка. Пока вы не удалите историю, с помощью Curve можно ее редактировать. То есть делать более шире, более уже. Тут зависит от вашей задумки. Самое главное, чтобы у нас получилась вот такая вот воронка. После того, как мы сделали такой Curve в Attribute Editor, мы можем посмотреть, что у нас вот эти вот Spans UV, они обладают цифрами 5 и 8. Для дальнейшей работы и более легкой настройки партиклов, нам нужно сделать Rebuild вот этой воронки, чтобы вот эти Spans UV были от 0 до 1, чтобы не запутаться в расчетах. Поэтому мы сейчас зайдем еще в один инструмент, который называется Rebuild. Выделенный Revolve Surface, мы нажимаем Rebuild и вводим сюда значение Number of Spans UV. И выберем вот эти значения, которые у нас получились. То есть по U у нас 5, по V у нас 8. И делаем Rebuild. Так, и у нас куда-то он делся. Давайте попробуем заново. Ctrl-Z. Заходим в Rebuild. Давайте-ка попробуем сейчас удалить историю у этого Surface и попробовать еще раз нажать Rebuild. Так, 5 и 8. Так, почему-то он не хочет делать. Так. Попробуем заново сделать Revolve. Так. 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 Куда-то наше делось. Ну, странно. Либо это потому, что 24 мая, потому что в прошлом году этот этап был легкий. То есть у нас должна получиться такая вот ломаная кривая воронка. Так. 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 но здесь он прям получился так что конечно странно давайте попробуем сохраниться и заново открыть мою и 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 еще раз попробуем сделать револф и и и и и и и и и так получилось но он что-то кривоватый давайте еще раз попробуем ребилд делать здесь делаем 5 здесь делаем 8 лайнер делаем ребилд вот такая у нас должна получиться конструкция хоть она и такая угловатая это не сильно помешает нашу торнадо самое главное чтобы у нас получается от нуля до единицы был вот этот вот спасиве после ребилды мы сейчас пустим партикулы по вот этому сёрфейсу мы переключаемся фикс создаем два эмиттера партикулов одни будут идти сверху другие снизу сейчас по умолчанию они все падают вниз здесь вот у нас центре кстати воронку я тоже отцентрирую немного вот так сохранимся curve можно спрятать чтобы он нам не мешал теперь нам нужно вот эти вот все партикулы пустить по направлению нашего серфейса для этого у нас есть инструмент который называется гол мы выделяем первые партикулы выделяем серфейс назначаем и выделяем вторые партикулы выбираем серфейс и также назначаем гол теперь у них есть цель вот этой вот форме но они двигаются у нас хаотично и больше по вот этим вот вертексом которые мы создали теперь в каждом из партиков мы находим вкладку которая называется гол она должна была появиться гол смузы мы снимаем до нуля у первых партиков и у вторых партиков теперь они у нас располагаются чисто по вертексам а дальше нам нужно добавить специальные атрибуты которые заставят эти партикулы двигаться первые сверху вниз вторые снизу вверх для этого нужно добавить динамик атрибут находим здесь гол ю и гол ви можно через control выделить оба добавляем вторым партиком и добавляем первым партиклом гол ю и гол ви и теперь вот в этих настройках которые у нас появились мы будем писать экспрессионы для первого гол ви мы выделяем то есть партикл шейп гол ви берем вот это значение и создаем ему функцию которая будет рандомная от нуля до единицы и здесь у нас скобках 0 единица делаем create у нас появился экспрессион который позволяет нам их сконцентрировать так здесь мы сделали у второго партикла мы делаем то же самое создаем новый экспрессион выбираем то есть получается эти атрибуты и также ему задаем рандомное значение спауна чтобы они появлялись также сверху от нуля до единицы создали теперь включаем проверяем все партиклы у нас находятся теперь наверху теперь задача настроить гол ю гол ю мы создаем create ramp рэмп по умолчанию он черно-белый то есть там где у нас белые единицы а где черный 0 от нуля до единицы так как мы сделали rebuild он должен теперь ввести их сверху вниз то есть снизу вверх либо сверху вниз это зависит от рэмпа то есть получается мы задали вот это движение начинают двигаться теперь наша задача сделать так чтобы нижние двигались только до половины и верхние двигались сверху вниз до половины это тоже можно сделать с помощью рэмпа сначала я сейчас выделю вторые партиклы тоже им добавлю create ramp они все у нас будут двигаться снизу и теперь у верхних партикл мы перенастроим вот этот рэмп мы правой кнопкой мыши нажимаем и делаем edit rhyme и здесь мы можем выбрать значение от единицы до 0,5 тем самым мы проверяем они должны начать двигаться сейчас пока вторые партиклы скрою чтобы они нам не мешали итак первые двигаются у нас получается с середины наверх значит мы должны немного отредактировать arraymapper если мы зайдем во вкладку ramp то мы здесь видим что у нас есть как бы белый цвет и черный цвет если мы их местами поменяем то они должны будут двигаться сверху а нет не поменялось тогда здесь мы можем поставить от 0,5 до единицы здесь можно поэкспериментировать так нет да здесь оставляем от единицы до 0,5 пусть они тогда у нас будут нижние вернемся ко вторым партиклам так первые партиклы настроили у вторых партиклов я выбираю также edit arraymapper здесь мы сделаем от 0 до 0,5 по логике вещей они должны начаться двигаться сверху вниз но здесь у нас получилось наоборот попробуем сделать вот так вот теперь они двигаются каждый друг другу навстречу теперь наша задача сделать им завихрение также не забываем что у рэмбо можно убрать вот это промежуточное значение чтобы было чисто белый и черный цвет так теперь мы заходим в партиклы в наш экспрессион по v делаем create expression сейчас у нас здесь уже стоит экспрессион и он стоит во вкладке creation и чтобы он каждый раз обновлялся мы можем сделать real time after dynamics и здесь задать вот этот второй экспрессион на одну и то же атрибут на один и тот же атрибут здесь мы делаем уже инкремент то есть чтобы у нас было движение мы ставим плюс равно 0 15 и делаем create теперь у нас должно появиться завихрение у этих партиков они теперь у нас все сложились воедино так значит что-то пошло не так create expression заходим в real time after dynamics так делаем create а нет у нас не не применилась вот теперь применилась сейчас проверим будет работать или нет вот теперь у нас появилось завихрение все работает нам нужно через точку писать то же самое мы делаем для партиков номер два также выбираем их делаем правой кнопкой мыши create expression также заходим в real time after dynamics выбираем наш goal v копируем добавляем плюс равно то же самое значение через точку только и делаем create теперь у нас все партикулы двигаются завихрениями и по получается по нашей вот этой траектории торнадо обязательно сохраняемся единственное что я сейчас еще поменяю партикул партикулов это их внешнее отображение чтобы вот эти торнадо было такое кучистое мы партикулы из поинтов поменяем на blobby surface то есть мы заходим в shading выбираем blobby surface меняем их радиус particle size на единицу чтобы они хотя в принципе он самый большой можно попробовать увеличить торнадо чуть-чуть возвращаемся на единицу так вот так намного объемнее получается также у этих партикулов вы сейчас во первых увеличим на 200 кадров 240 кадров анимацию посмотрим как они себя ведут можно еще поставить life span у них не constant а random range от пяти до единицы ну они как-то стали медленно двигаться ну и и Ну, все-таки, мне кажется, по скорости анимации лучше сделать где-то 3-2. Тут тоже смотрите на свое усмотрение, то есть как оно завихряется, как быстро соприкасаются они друг с другом. Так, дальше у этих партиклов нужно убрать коллизии, то есть они не должны ни с чем коллизировать, то есть мы убираем коллайдеры. То же самое делаем для вторых партиклов. Меняем радиус на единицу, меняем shape на blobby surface, shading, и меняем lifespan, random range. Так же от 3 до 2, по-моему, мы поставили. Так, и смотрим, какая у нас получилась анимация. Так, ну, вроде прикольно. Можно даже поставить не 240 кадров, а 200 кадров. Чуть-чуть сдвинем. Так, сохраняемся. После того, как мы настроили все наши партиклы, мы сейчас создадим флюиды, которые будут генерироваться с этих партиклов. Прежде чем даже создавать флюиды, мы можем сделать кэш для партиклов, чтобы вот эти вот партиклы уже можно было двигать, и они были закэшированы. Так, сохраняемся. Выбираем оба партикла, заходим в кэш, делаем create new кэш, create an object, указываем путь до нашего кэша. Создаем здесь новую папку. Внутри у нас будет particles. Потому что для флюидов мы тоже будем создавать кэш. Сохраняемся. Здесь берем time slider и создаем крелит. Все, партиклы мы настроили, к ним мы пока не будем возвращаться. Так, кэш создался успешно. Проигрываем анимацию. Анимация стала более-менее real-time. И после того, как мы создали кэш, мы можем отсмотреть в любой момент, как ведут себя партикулы. Вот эту форму можно скрыть. Партикулы пока оставляем. Теперь наша задача начать настраивать флюид. Для этого мы создадим флюид 3D-контейнер. В 3D-контейнере мы удалим эмиттер. В флюид-контейнер мы сделаем after-resize. Развернем его на 90 градусов по этой из осей. Точнее, не по Z, давайте по X на минус 90. Можно его увеличить, пусть будет по размеру нашего торнадо. After-resize все сделает за него. Теперь мы выделяем флюиды и наши партикулы. И создаем, добавляем emit from object. И теперь у нас в каждом из партикулов появился флюид-эмиттер. То есть у нас теперь два флюид-эмиттера в одном контейнере. Теперь смотрим, как это все проигрывается. Вот, у нас появилась генерация партикулов, но у нас получается все сносится вправо, потому что мы повернули вот этот контейнер. Теперь мы начнем настраивать наш флюид, чтобы он, получается, не уносился вот так вот вправо. Сохраняемся обязательно и заходим в каждый из эмиттеров. Первым делом мы сейчас сначала добавим density voxels. Начнем с цифры 20. То есть у каждого флюида мы также делаем одинаковые настройки. Возвращаемся на первый кадр. Помимо density добавляем drop-off также на единицу. И теперь посмотрим, как у нас это все проигрывается. Получилось у нас больше флюидов. Чтобы они не уносились в такую даль, мы сейчас будем устраивать максимальную дистанцию у этого флюида. Так. Нам надо найти атрибут maxDistance. Да, вот useDistance выставляем здесь на 0,5. У первого флюида и у второго флюида тоже добавляем useDistance. Также у нашего контейнера давайте поменяем authorize margin на 3 для начала. Потом мы это все изменим. Также во флюиде в content details мы сейчас поработаем с density scale. Density scale мы выставляем на 1 сначала. Biasi мы выставляем на 0. И dissipation поставим на 10. Так, теперь у нас благодаря этим настройкам флюид уже не уносится вправо. То есть получается density, scale помог и так далее. Теперь, чтобы у нас флюид более качественно выглядел, мы можем увеличить base resolution. Давайте его поставим пока на 30. Вот. Он стал более таким детализированным, но все еще какой-то угловатый. Дальше мы начнем задавать ему завершение. Так, а также, в принципе, можно и также на этом этапе чуть-чуть увеличить density voxels. Не на 20, а на 50. Сохранимся. Так, он стал более густым. Партикулы можно тоже отключить. Их видимость через particle shape. Во вкладке particle visibility, load visibility отключим, чтобы они нам уже не мешали визуально воспринимать флюид. В самом флюиде мы сейчас также в контейнере. Включим self-shadow, чтобы видеть, как выглядит флюид. Поработаем с opacity. Здесь мы сделаем его более сглаженным. Примерно такая кривая нужна. и можно поработать с input bias. Еще он сейчас у нас не сильно красивый выглядит, потому что у него не хватает завихрения. Для завихрения мы будем сейчас использовать очень интересный филд, который называется не volume axis field, а volume curve. Для этого мы по центру нарисуем одну кривую, которая будет служить центральной линией завихрения. Также берем наш епикерф и рисуем вот такую вот кривую ровно по центру. Ее можно даже соскейлить, чтобы она ровная была. В принципе, она ровная. Ну окей, более-менее ровная. У нас есть кривая. Из этой кривой мы выделяем, мы выделяем fluid container и создаем volume curve. У этого volume curve мы можем сразу добавить помнитуду 25. Section radius нам нужен. Его надо увеличить. Здесь у нас появляется такой кружочек. Здесь мы вообще можем его даже на 40 поставить, чтобы он у нас был по диаметру флюида. Но 40 это много. То есть подбираете по свой размер. Думаю, 30 достаточно. Дальше в настройках away from axis 0, along axis у нас тоже 0. А вот around axis нам нужно задать направление. Тут нам нужно посмотреть, в какую сторону будут двигаться партикулы. У партикулов возвращаем пока дисплей. Давайте посмотрим их движение. Так, ну вроде бы они у нас движутся по часовой стрелке, поэтому у нашего curve axis филда мы задаем значение минус 10, чтобы он двигался также по спирали. Все, теперь эти партикулы нам нужно тоже опять скрыть. Изабилити, лот визабилити отключаем. Теперь попробуем включить торматы и посмотреть, что у нас получается. Вот, теперь с помощью этого филда у нас получились вот такие вот завихрения, турбулентность, и они все вот так вот раскидываются. Так, что нужно сделать? Нужно поработать с его шейдингом. Все-таки opacity можно уменьшить. Теперь мы хотя бы видим вот это движение, и флюиды из-за филда стали разгоняться, и они уже кажутся не такими скучкованными. Поэтому можно теперь приступать работать с opacity, особенно с input bias. То есть хотите более тоненькое, его уменьшайте. Хотите более такое обширное, его можно увеличить. То есть это все вот можно делать с помощью opacity. Также этому флюиду не хватает турбулентности. В самих эмиттерах мы можем добавить турбулентности. То есть выбираем каждый эмиттер, field emission turbulence, ставим на единицу. Также в контейнере по флюиде, в content details, мы можем добавить velocity swirl на 10, и немного noise. Таким образом у нас, как и во всех работах на флюидах, у него появится еще дополнительное завихрение, то есть интересные завитки. И так вот постепенно у нас флюид начинает приобретать вид торнадо. И уже выглядит более таким интересным, симпатичным. Можно еще добавить в dynamic simulation. Так, у нас вкладка dynamic simulation. Мы можем добавить damp, который значение я в прошлом году использовал, это 0,1. Можно добавить friction 0,5. Нет, не 5, а 0,5. Точнее даже 0,05. Ой. Удаляем флюид. Вискосити 0,0 единицу. Прохраняемся. Так, high detail solver. Выбираем all grids. И еще можно также увеличить solver quality. Но solver quality также немного у нас затормозит всю анимацию. Это можно сделать прямо перед тем, как делать кэш. Еще можно настроить simulation rate scale на 0,5. Так он будет дольше просчитываться, но выглядит более качественно. И можно еще density scale в content details увеличить на 1,5. Так, давайте посмотрим, как он выглядит. После этого можем уже настраивать его внешний вид и цвет. Продолжение следует... Так, input bias наоборот уменьшим. Продолжение следует... 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 И посмотреть его, какая у нас получилась анимация. Внутри создам папку, назову ее «Fluid» и создам кэш сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, у нас просчитался кэш. Теперь мы можем посмотреть в моменте, как себя ведет торнадо. То есть оно вот так создаётся, потом оно вот так вот двигается. Ну, в целом, думаю, можно поработать с «Опасити». Можно также сделать «Shading Texture and Condescence» и «Texture Opacity». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и настраивать его уже цвет на ваш вкус дальше, чтобы смотрелось тоже симпатично. В целом, по настройкам торнадо у нас почти всё. Также на ваше усмотрение можно улучшить качество. Оно находится здесь, «Shading Quality». Можно поставить на двойку и постепенно увеличивать это значение. Тогда торнадо будет тоже смотреться качественнее. И увеличив «Base Resolution» перед кэшом, вы можете тоже получить более детальное тормадо. Можно от 30 до 50 использовать в этих квадратиках. Так. Ну всё, можно сохраняться. Такое торнадо – это у нас получается заготовка. На следующем уроке мы начнём его совмещать с реальной съёмкой. Для этого надо будет записать тоже какое-нибудь видео. Можно снять на улице, можно снять в помещении. То есть самое главное, чтобы там было немного движения камеры, чтобы как раз-таки проверить вот эту привязку к объектам внутри видео. И будем после этого рендерить торнадо в настройках EXR, чтобы у нас был прозрачный фон. Но это тоже я покажу на следующей лекции. То есть первая часть торнадо – у вас должен быть сам эффект, и можно будет записать Play Blast, либо сделать запись экрана. И прикрепить готовую работу в Teams. После этого можно будет уже совмещать с реальной съёмкой. Так, у меня на сегодня всё. Если вопросов нет, можем заканчивать. Продолжение следует...